Здравствуйте, друзья! Меня зовут Инна. Это канал SpeakEasy. На этом канале я записываю видео, которые помогают изучать английский язык. Мы продолжаем читать книгу «20 тысяч лье под водой». Как всегда, мы в этом видео разбираемся с текстом. Мы будем читать и переводить. Ссылки на аудиозаписи к этой части я оставлю в описании к этому видео. А еще обратите внимание, что в описании к этому видео я оставлю ссылку на словарь. В этот словарь я запишу слова из этой части с переводом. Этот словарь в программе Quizlet. Плюс этой программы в том, что там есть упражнения, которые помогут вам изучить слова продуктивно. Намного продуктивнее, чем если просто вы увидите слово с переводом в описании к видео. Надеюсь, это вам поможет. Обратите внимание, что это совсем никакая не реклама. Я делаю это так, потому что я считаю, что это очень полезный вид работы. Таким образом, я изучаю слова и со своими учениками, которые учат английский язык со мной. Итак, приступаем к чтению и переводу. И, как всегда, делаем это по предложениям. Вскоре другой кальмар поменьше приблизился к окну. Они все хотели напасть на корабль. Они не знали, что это было такое. Вдруг наутилус остановился. В музей зашел капитан Немо. Что-то случилось, капитан? Да, один из этих уродливых существ угодил в наш пропеллер. Что мы можем сделать? Мы можем поднять лодку, а затем постараемся освободить это чудовище. Капитан Немо никогда не думал об опасности. Он думал, что ничего не могло остановить его, его людей и его лодку. Мы все пошли наверх. Капитан Немо раздал нам всем топоры, чтобы рубить щупальца кальмаров, если они нападут. Один человек пошел, чтобы открыть дверь на платформу. Когда он открывал ее, длинное, толстое щупальце огромного кальмара пролезло внутрь, как змея, и вытащило этого человека наружу. Мы все побежали вверх по ступенькам. Снаружи шесть или семь маленьких кальмаров двигались у поверхности наутилуса, забрасывая все свои щупальца на лодку и ее людей. Мы сражались с ними, нашими топорами. Но самый большой, тот кальмар, который держал в своих щупальцах человека капитана Немо, поднялся в воздух и при этом продолжал держать того человека. То есть, если дословно, stood holding the man in the air, стоял, держа того человека в воздухе. Друзья, это было последнее предложение в этой части. Я прощаюсь с вами и желаю больших успехов в изучении английского языка.